В сети есть множество вариаций подобной станции на базе S8266 и я давно хотел собрать что-то подобное самостоятельно, но сейчас появились готовые устройства с адекватным внешним видом и относительно небольшой ценой. Единственный недостаток, это отсутствие русского языка, хотя по картинкам понятно чего там написано. Ну и питание у него внешнее, в корпусе есть место под аккумулятор, но при потреблении в сотом-двухсотом матч, его емкости едва хватало бы на 10 часов работы, так что автономный вариант не получится. Распаковка и внешний вид поставляются в мелкой картонной коробочке с наклейкой, QR-код ведет на инструкцию внутри только станция в пакетике, корпус гладкий с плавными формами, в области дисплея имеется наклон для лучшей читаемости боковые грани чистые, на задней стенке имеются вентиляционные отверстия, там же расположен разъем питания Type-C, внизу нашел два винта, фиксирующих начинку внутри настройка после включения устройства, само подсказывает что нужно делать далее после подключения к появившейся сети, вылазит веб-интерфейс, в котором предлагается просканировать доступные сети или вести сит домашний вручную, после чего устройство подключается к ней и подсказывает новый адрес для доступа к настройкам геопозиции, автоматически не оределяется, так что на старте показывает погоду для Сеула. В верхней и правой части можно увидеть данные об осадках, минимальной и максимальной температуре за день, внизу текущая температура и влажность, по центру отображается время и дата возвращаемся в основные настройки. Тут можно изменить город, выбрать одну из трех предустановленных анимаций или подгрузить свою размером 80 звездочка 80 пикселей. В четвертом пункте меняется внешний вид циферблата, в пятом корректируется яркость, шестой позволяет настроить ночной режим по расписанию, НТП сервер нормальный, можно не трогать, далее выбирается формат часов, даты и единицы измерения. При желании можно подтянуть свой API ключ. Ну и последний пункт позволяет перезагрузить устройство и сбросить настройки до заводских цветов для часов добавили много, так что можно кастомизировать под свои предпочтения. Ну и да, после добавления в домашнюю сеть, можно заходить в конфигуратор с помощью любого удобного устройства сразу изменил город, к сожалению русский язык не подтягивается и я не смог получить перевод прогноза в Апенвиттермак по старым гайдам, может санкции, но это не особо критично, и так все понятно. Далее, попробовал различные анимации, самая длинная из тех, что смог слепить, была на 130 кадров и весом 600 килобайт, максимум 700, но остановился на колобке и заске, теперь ностальгирую, когда смотрю время или погоду, поставил под монитор, картинка контрастная, так что с метро читаемость данных хорошей аркостью дисплея с приличным запасом, на фото выше третье деление и этого хватает днем. Замерил потребление на разных уровнях, получилось от 85 ма в минимуме до 200 ма в максимуме внутренний мир после выкручивания двух винтов можно вытянуть внутреннюю рамку внутри кучи свободного места, на плате есть электронный адрес производителя с обратной стороны старый добрый S12F без конвертера, к Type 100 подведено только питание купон на странице лота есть купон, предоставляющий скидку 278 рублей, итого получится 1522 руб. Итоги занятная мелкота, на дисплее не экономили, контрастность хорошая, а следовательно и читаемость, яркость с запасом. Настраивается легко, самое сложным было перейти на AppInvitor, вбить свой город и скопировать его код из строки браузера, все остальное занимает несколько секунд. По поводу автономности я писал, аккумулятор можно было вставить, места для этого в корпусе достаточно, но зачем? В походных условиях, конечно, можно раздать интернет с телефона и любоваться гаджетом в палатке, но с учетом потребления, его хватило бы на одну ночь и все равно пришлось бы использовать павербанк. Но и остались вопросы по поводу источника, может кто знает, как заставить AppInvitor выдать данные на русском языке или посоветует какой другой ресурс для использования. При желании в модуль можно залить свой скетч, так что простор для модификации имеется. Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра равно, товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...